Продолжение следует... 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 так ну ладно довольно просто все прошло что-то там под нами вы беретесь мать варшу охренеть блин откуда они взялись откуда что ж такое да бля вашу ж мать вашу ж мать во что я ввязался они меня точно дураком сделают почаще сохранятся а а а в в где-где. Ой, я к вам, я к вам. Я ничего не знаю, я к вам, всё, я не хочу больше тут влазить. Заберите меня, пожалуйста, вовнутри, ну, пожалуйста, ну, почему я один должен всё выполнять? Вы же из меня дурака сделаете. Да вы уже из меня дурака сделали. Система доступа к тоннелям будет закрыта для обслуживания. Это июль прошлого года, а у нас сейчас январь на дворе, в игре. Хорошо, Harrison, открывай заготовку 2. Я хочу подключить выживание, чтобы активировать гейт на другой стороне. Там фонарили что-ли все? Давайте сквозь стену стрелять. Ой, 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 ой. Коварная тварь, а. Так, четвертый тоннель. Будем надеяться, это последний. Хотя, хрен слысого, как обычно. О! Вот она, пушка моей мечты. Здоровенный, здоровенный пулемёт. У меня есть ночное видение, но я, честно говоря, не знаю, как его включать. Ну, ладно. Сюда я, слава богу, не могу пролезть. Нашим легче. О! Чем хороша эта пушка, у неё, во-первых, бронебойные патроны, а во-вторых, она в пределах, скажем, сантиметра от прицела, если кто находится, то автоматически наводится на него. Это я помню, и... Вален Верси-Предаторе 2010 года. Её сделали вообще такой... Там тупо на экране такая рамка, чуть ли не на весь экран. Кто в неё попадает, она на него наводится. Вообще, Ален Верси-Предатор мне 2010 года нравится гораздо меньше, чем... Ну, вот эта игра. Честно говоря, она мне вообще не нравится. Хотя, за пехотинца чисто там играть довольно-таки прикольно. И графика очень хорошая. Но как-то атмосфера там... Я не знаю, многим она нравится, я просто не понимаю, чему там нравится. Там буквально никакой подстановки, ни сюжета. Это, блин, маленький бюджет. Так, хорошо, что мне делать. Туда я не могу пройти, видимо, мне... Сюда куда-то. Так, сварка. Сварка у нас... На какой кнопке? Так, я перебираю все кнопки, вы не думаете, что здесь ничего не происходит? Во, кнопка В, это ночное видение как раз-таки. Уже хорошо. Блин, так как тебе... Все-таки управление тут очень несвойственное для игры этого жанра. Почти все кнопки через одно место сделаны. Так, ну че? Как мне тебя? Куда прицел делся? Куда прицел делся? Да. Так. Не понимаю. Че я наделал исправлю? А, вот прицел. Блин, да как... Давайте разбираться, короче говоря, как мне этот отрезак включить. Опции. Управление. Десант. Устройство взлома. Нет, нам не нужно. Вот факел, наверное, факел у нас на кнопке Е. Кнопка Е. Я тут, конечно, в темноте особо не вижу, но... Вроде как... Блин, да что ж такое? Ну, я вам не так, да? Так. Ладно. Давайте-ка попробуем куда-нибудь туда, может, я тупо загнался просто в какой-нибудь ерунде. И почему он теперь у меня все время присидит? Что ж сегодня, слава богу? А, боже! Хорошо, теперь мне нужно разобраться. Извините, я все еще парюсь с управлением. Нужно разобраться, каким образом я включил постоянный присед. Так. Может, у десанта? Режим приседания. Это у нас слэш. Так, слэш. Все, встали. Хорошо. Простите мне эту заминку. Я ее, может быть, даже вырежу. Но, скорее всего, не вырежу, потому что... В этом есть своя забавная сторона, я думаю. Тихо. Я их слышу. Давайте почитаем. Кому шефу отдела внутренней безопасности от доктора Айзенберга. Хотя я понимаю необходимость препятствовать шпионажу. Я думаю, что последние меры выходят за пределы разумного. А, я думаю, что последние меры выходят за пределы разумного. Привязав уровень безопасности к узловому протоколу, вы предотвратили любые неавторизованные сообщения в системе. Впрочем, уровень данных по определению является открытым уровнем и подвержен атакам. Выход из строя этого уровня может привести к нарастающему потоку отказа всего дерева узлов. Мы говорим о холодной перезагрузке. На это уйдет до 15 минут времени. Учитывая враждебность этого мира, я бы не хотел остаться без защиты даже на минуту, не говоря о 15. Ладно. Бесполезная информация оказалась. Синтетик, похоже. Хотя, может, и нет. Сейчас бы тебя встретим, сука. Но. Ой, блин, да что ж с этими кнопками. Ну, ясно дело, это не открывается. Так. Дверь нам поломали. Тут у нас пар. Или скрытая реклама Стима. Хотя Стима в те времена еще даже слыха не слышал никто. Так, ну что мне тут делать-то тогда? Раз у меня резака нету. Блин, а я застрял, походу. Или я ее взял? Я ее взял. В фильме-то винтовка такая тяжелая, что там присутствуют специальные, как назвать, сервоприводы. Поддерживающие, помогающие нести такую тяжесть и гасящие отдачу. Но здесь, я думаю, все так же. Хотя не видно, конечно. Но пушка была, блин, просто знакной. Так. Очень быстро садят батареи. Здоровья. Хорошо. Так, а тут я не был. Ой, да что за звуки-то, а? Как будто сморкается кто-то. Жук. Погнали, погнали. Давай. Ох, обожаю эту пушку. Уф. Блин, что у меня с чувствительностью мыши? Вот вы смотрите, я просто пытаюсь поднять наверх, она у меня в виде, как гуляет. Так во все стороны. Поэтому это не так просто, как кажется. Это, я думаю, даже кажется непросто. Если вы смотрите, особенно ночью в наушниках, то я думаю, вы понимаете, насколько это неприятная игра. Так, ладно. Лезть в вентиляция, что может быть лучше. Хорошо. В дробовиках лучше... Ой, в дробовиках, говорю, лучше вентиляции ничего нет. Вентиляции лучше дробовиков нет. Ничего. Вообще, вот оптимальный, по-моему, автомат. Офигеть. Так, я слышу, вон там наш... Броневичок. Так, мне нужно сюда попасть. Тут наши. Так, хорошо. Где, где? Ой! Откуда вы беретесь, мать ваша? Ну откуда просто, блин, это из воздуха? С крыши, что ли, спрыгнул? Ой! Все, понял. Все, понял. Не надо мне демонстрировать больше. Так, отсюда я пришел. Тут закрыто. Тут есть лестница наверх. Есть вот эта дверь. Вот эта дверь не открывается. Нам, блин, похоже, нужно сюда. Ой, нехорошо. Ой, твою мать, блин. Ну что с этой чувствительностью не так, а? Блин, надо настроить по-любому. Уф, сколько тут всего хорошего. И, в принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. В следующей будем разбираться, что тут да как дальше, потому что, задается мне, это еще не скоро закончится, это кошмар. Но это все будет в следующей. Я думаю, в следующей серии мы точно так же с больной этой чувствительностью проведем. Потому что тупо неохота выходить из игры. Она очень старая, не очень стабильно работает. Поэтому пока работает, это снимаем. Ну, а на этом пока что все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok